13 мая в Австралии выйдут данные ипотечных кредитов и инвестиционных займов для строительства домов. В Китае публикуют данные иностранных инвестиций, а в Японии индексы опережающих и совпадающих индикаторов. В США пройдет размещение краткосрочных ценных бумаг. А также состоится выступление члена Совета управляющих Банка Канады Тимоти Лейна. 14 мая в Японии опубликуют сальдо баланса внешней торговли, прогноз развития событий и индекс текущей ситуации от EcoWatchers. Национальный банк Австралии представит индексы условий и уверенности в деловой среде. В Германии выйдут основной и гармонизированный индексы потребительских цен, показатель настроения и индикатор оценки текущих экономических условий от Института ЗЭФ. Швейцария представит индекс цен производителей и импорта. В Великобритании опубликуют блок данных рынка труда, в том числе уровень безработицы, заявки на пособия по безработице и изменения средней заработной платы. В еврозоне выйдут данные промышленного производства и индекс экономических настроений. США опубликуют индексы цен на импорт и экспорт, индекс делового оптимизма и индекс розничных продаж Redbook. В этот же день выступит член ФОМС Эстер Джордж. Американский нефтяной институт читается по запасам нефти за прошлую неделю. 15 мая в Австралии выйдут индексы заработной платы и потребительской уверенности Westpac. В Китае будут обнародованы данные розничных продаж и промышленного производства, а также состоится пресс-конференция Национального бюро статистики. Япония представит данные заказа в строительном секторе. В Германии еврозоне опубликуют данные роста ВВП за первый квартал 2019 года. Кроме того, еврозона представит квартальный и годовой уровни занятости. В США выйдут данные розничных продаж, промышленного производства, индекс рыночной стоимости жилья и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. В Канаде опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен. Управление энергетической информацией обнародует изменение запасов коммерческой нефти в Штатах на прошлой неделе. 16 мая в Японии выйдет индекс внутренних цен на корпоративные товары и данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. Китай опубликует индекс цен на жилье. Австралия представит данные полной и частичной занятости, уровень безработицы и долю рабочей силы в общей численности населения. Выступит заместитель главы Резервного банка Австралии Мишель Балак. В еврозоне выйдут данные торгового баланса. В этот же день состоится выступление главы Бундесбанка Йенса Вайдмана и члена Комитета по кредитно-денежной политике Банк Англии Джонатана Хаскелла. США опубликуют данные начатого строительства домов, число первичных и повторных заявок на пособия по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка. В Канаде выйдет отчет по занятости ADP, объем производственных поставок и данные иностранных и национальных инвестиций. Управление энергетической информацией представит изменение запасов природного газа в США на прошлой неделе. 17 мая в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс закупочных цен производителей. В Австралии опубликуют данные ожиданий по инфляции потребительских цен. В Японии обнародуют индекс активности в сфере услуг. В Германии выйдет индекс оптовых цен. В Еврозоне опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен за апрель и объем производства в строительном секторе. В США выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes опубликует данные по активным нефтяным платформам в США на прошлой неделе. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Каждый брокер думает об увеличении прибыли. Оптимизация процессов происходит во всех Форекс-компаниях. X-Critical свела воедино и оптимизировала все составляющие бизнес-процесса. Современная платформа с множеством передовых функций. Интегрированный с различными провайдерами CRM. Система аналитики, обрабатывающая всю информацию в онлайн-режиме. Совместимость продуктов X-Critical между собой и со сторонним программным обеспечением, а также доступность и скорость обновления информации позволяют принимать быстрые и качественные бизнес-решения. А это основа стабильного и прибыльного бизнеса. Позвоните сейчас, и представитель X-Critical представит вам новые возможности получения прибыли.